К началу войны Ивану Николаевичу было 18 лет. Он работал в совхозе в родной деревне Выселки Рыбновского района. Потом работал в тылу, а с 1944 года был стрелком и наблюдателем за аэростатными заграждениями в Ленинграде. С 1945 года служил в кабельном батальоне, участвовал в ликвидации литовских вооруженных националистических формирований «Лесные братья», боровшихся против советской власти. За годы войны получил военные специальности связист, кабельщик, монтажник. Имеет звание ветеран труда, медаль за победу над Германией, юбилейные медали. Нас погрузили в вагоны и повезли. А куда? Привезли. В Ленинград. Нас сразу по точкам распределили. Туда, где ожидали немцы. Глава администрации Рыбновского района Андрей Горелов вручил Ивану Николаевичу юбилейную медаль 75 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 года. Каждый из гостей подарил памятные подарки. Военнослужащие войсковой части и юнормейцы Батуринской школы прошли торжественным строем перед домом ветерана. Не всегда ветеран сможет приехать на такой парад, поэтому мы решили, что парад придет к вам. По словам организаторов акции, ветераны ежегодно становятся участниками парадов победы по всей стране, но зачастую некоторые из них не в силах присутствовать на важном событии лично. Но как можно оставить героев без праздника? Для этого и создаются масштабные акции парада одного ветерана.